ты мне вот конкретно скажи потому что я же не первый раз обращаюсь к этой теме у меня впечатление одно осталось что вы что обещали не сделали мы я помню инвестировали средства немалые в интеграл но тогда не было сделано то что вы обещали это у меня такой осадок остался от того это ваш продукт так я понимаю ты отстаешь от высочайшего уровня в мире но может нам и не надо достигать того уровня для нашей экономики которые есть там в америке в корее даже в японии может не надо но с учетом ситуации сейчас мы решили с путином что мы объединяемся и коль так случилось ищем выхода создавшегося положения то есть ракеты должны летать в космос ракеты обороны пво земля земля и так далее подлодки и ядерные боеголовки должны летать никто под это не даст то что ты производишь сможем ли мы это сделать для того чтобы обеспечить бесперебойную работу оборонного сектора гражданского сектора союзного государства сейчас актуальнейшая тема это сможем ли мы всем своим комплексом предприятий которые у нас есть микроэлектронных предприятий скажем так обеспечить наши потребности россии и беларуси деньги на это есть я хочу сказать что вот на сегодняшний день мы проектируем изделия вот с минимальной проектной нормой но 35 дальше 0 5 0 8 и все они продаются с 13 по 21 год разработана сто семьдесят два типа номинала больше трех тысяч микросхем ты можешь из них 170 новых но и тем не менее это наука емко и прочая продукция ты отстаешь от высочайшего уровня в мире проблема сама по себе еще остается дача президент компания пеллинг в рамках развития белорусского космического приборостроения совместно с интегралом уже более 10 лет успешно разрабатывать критические элементы изготавливать без которых это приборостроение именно космические фотоаппараты были бы невозможны вот что из этого ваша пеллинга макет космического аппарата и 9 к аппаратов которые уже в космосе летают интеграл вам поставляют микросхемы рамках совместного микросхемы да это интегральные сборки которые внутри которые внутри у себя имеют целый набор матриц который это блок микросхем это блок микросхем понятно который позволяет делать не вы устанавливаете на свое железо это да на железо и оптику добавляем к этому оптика ваша железо ваша оптика наша железо наша электроника конечно вся в основном зачастую импортного производства ввиду высоких технологий требуемых а также наше программное обеспечение которое позволяет доводить качество снимков до уже достойного уровня и что будем делать с импортной электроникой на самом деле в силу штучности этих позиций изготавливать их своими силами конечно нецелесообразно я понимаю но в силу того что нам не требуется большие серии то способы мы несмотря на то что сложно нам дорого мы будем использовать импорт да но спутник дистанционно задержанной земли будет летать да но это главное вот здесь представлен оптоэлектронный генератор который позволяет генерировать свч излучение в той области где работают радиолокационные станции то есть это для рлс да это для вот это устройство передающие мы сейчас работаем над устройствами которые принимают вместе с интегралом и разработали фото приемники фото приемники это такая часть как где используется в любой опто оптической аппаратуре оптоэлектронной аппаратуре без этого нельзя работаем еще над более сложными системами на этой основе это кремниевые фото умножители ну и вот этот тепловизор который мы сделали для по техническому заданию пилинга это опытный образец значит он пока прошел испытание но требуется немножко доработать программное обеспечение мы сейчас это доработаем и он принципе может под заказ будет выпускать программное обеспечение это из серии айти парка что они делают программное обеспечение я понимаю у вас готовый продукт чему их мы толкаем поэтому айтишники от вас в этом плане отстали нам из принципе они под заказу ну им что материнская компания скажет а нам надо готовый продукт айти парк вот президент разгонит и прочь да нет мне не надо разгонять но тот период когда они делали программное обеспечение для чужих компаний ну какое-то маленькое направление она уже миновала нам надо готовый вот такой продукт который и программное обеспечение должно быть нашим поэтому я айти парк к этому толкаю я не хочу чтобы они были там ну как халуи ну вот чуть-чуть сделали фронт это уже этап пройдены нам надо это это очень важная разработка институте физики было закуплено оборудование для выращивания нитридных гетероструктур почему нитридные сегодня у нас на интеграли это кремниевая микроэлектроника вот не ради материала они будут работают в основном на арсениде галия а весь мир сегодня работает над новыми какими-то гетероструктурами которые обладают более высокими характеристиками вот эти нитридные гетероструктуры и характеристики померили они по ну такие есть параметры 2 они специфических таких концентрации носителей зарядов и подвижность зарядов они соответствуют лучшим американским образцам яминский нейроматериалов занимается несколькими направлениями развития это свч микроэлектроника значит на арсениде галия свч микроэлектроника это для чего что это для создания приема предыдущих модулей афар для значит рлс для беспилотного транспорта вот для космических аппаратов вот здесь вот допустим представлен модуль афар для низко орбитального спутника 256 каналов мы создавали его даже для наших партнеров для ижевского радиозавода российской федерации предприятие наши планар благодаря поддержке государства мы создали отраслевую лабораторию фото шаблонов сейчас потребность создания в шаблонов российской федерации очень высокой хорошо вот это все микроэлектроника для машиностроения вот микроэлектрон для инвектора управление батареи блок коммутации для двигателей так далее наше предприятие производит и разрабатывает оборудование предназначено для изготовления интегральных схем но вы делаете только для интеграла нет нет мы делаем для всего мира значит конкурентов у нас в снг нету есть конкуренты в сша в японии в некоторых странах евросоюза по некоторым видам в китае то есть вы в россии будете вас 3 да значит ну все оборудование которое мы производим можно разбить на три группы первая группа это производство фотошаблонов вторая группа кристальное производство и третья сборочная вот эта установка которая предназначена для производства фотошаблона и ведущий производитель в мире американская компания patronix проводила сравнительные испытания наши установки американской и японской и наша была признана лучшей после чего мы произвели поставку на ряд предприятий их ней системы в том числе и в соединенные штаты значит на сегодняшний день с россии мы выстроили развития оборудования прошлом году запущено 4 проекта по разработке новых видов оборудования под новые проектные нормы в этом году планируется запустить еще четыре проекта это наши заказчики которые есть так сказать по всему миру конечно же основная наша ниша это россия но мы будем продолжать работать и с американцами и с тайваньцами с китайцами естественно надо с теми с кем вам нужно выгодно сегодня и будет до перспективы сейчас проблема номер один у нас россиянами да и везде кто занимается этой темой именно импортозамещение поэтому нам надо этим воспользоваться и быть нужными прежде всего для россии и беларуси ну и правильно вы сказали не надо отказываться и от американцев от китайцев ибо отстанем мы должны с ними сотрудничать чтобы видеть на каком уровне они работают